Больше двух недель без горячей воды кировчане жалуются на ремонтные бригады, которые не торопятся устранять протечки на трубах. В компании Т-Плюс сегодня объяснили, почему подать ресурс вовремя в 20 домах физически не получается. Как заверили специалисты, без дела ремонтные бригады не стоят. Тем более, что без горячей воды в данный момент находится почти 550 многоквартирных домов в Кирове. Сюда входят объекты, которые отключили для проведения испытаний труб повышенным давлением, а также объекты, рядом с которыми рабочие продолжают устранять протечки после испытаний. Одной из самых сложных точек на сегодняшний день является перекресток Московской и Ердяково. Когда специалисты увидели, в каком состоянии находятся там трубы под землей, было принято решение их просто заменить на большом участке. Особо сложные ситуации сейчас наблюдаются в районе Гайдара, Октябрьского проспекта, Лепсе, чьи трубы долгое время содержала другая организация. Они ставили хомуты, так называемые, то есть это даже несварочные работы, совсем временные, и ни разу не проводили гидравлические испытания. Когда мы начинаем прессовать, понятно, что там дефектов уйма, и у нас порядка трети всех работ, это работы микрорайон Болото, улицы Лепсе, начало Гайдара, Октябрьский проспект. В тех районах очень много работы. Если мы нынче серьезно поправим ситуацию, а на будущий год еще и хотим в первую очередь включить в концессию, и сейчас проектно-изыскательские работы ведутся этих участков, то мы ситуацию исправим. Пока, к сожалению, по дефектам не все хорошо. Кроме всего, сроки отключения очень часто затягиваются из-за деревьев, которые мешают раскопкам, но демонтировать их самостоятельно работники не имеют права. В ближайшие дни без горячей воды останутся также дороничьи, дома на химическом переулке, в районе улиц Грибоедова, Левитана. Специалисты уже окончательно подготовили к зиме около половины всех труб в городе. Продолжение следует...